Ну а настоящей революцией в мире смартфонов назвали новое поколение флагманов Huawei P30. Виолетта Тельманова слетала в Париж на презентацию новинок. Она и расскажет, что же в них такого крутого, что весь мир сошел с ума, а компания бьет рекорды по предзаказам. Мы находимся в Paris Convention Center. Друзья, это крупнейший выставочный центр во всей Европе. Здесь проходила экспо, а сегодня презентация смартфона Huawei P30. Чтобы вы понимали, здесь сегодня 3,5 тысячи человек. Из них 2 тысячи – это журналисты, операторы, фотографы, а остальные – это ритейлеры. Huawei P30 и P30 Pro – это целый тандем инноваций. Разработчики сделали фокус на камере. Это самый превосходный продукт, который мы создали за годы сотрудничества. Помимо того, что у него есть возможности десятикратного зума, еще усовершенствованные возможности ночной съемки. У нашей звездочки, у нашего флагмана Huawei P30 Pro четыре камеры. Это три камеры на 40, 20 и 8 мегапикселей. А четвертая – это времяпролетная камера, которая позволяет сделать 3D-снимок невероятной глубины пространства. Плюс фронтальная камера 32 мегапикселя для селфи. А еще технология стабилизации изображения. Это мастхэв не только для любителей фото, но и видеографов. Устройства серии Huawei P30 позволяют параллельно использовать две основные камеры для записи разных вариантов видео в режиме Dual View. Этот телефон способен заряжать, во-первых, другие смартфоны, во-вторых, вашу электробритву, зубную щетку. То есть он может заряжать все беспроводные устройства. Вы можете заводить им автомобиль, открывать и закрывать его. Но, правда, это доступно только для Ауди. В общем, этот телефон пока что просто не варит кофе, наверное. А еще при умеренном потреблении флагман можно не заряжать два дня. Но пополняет запасы энергии он просто молниеносно. Полчаса – 70% батареи. Кому посчастливилось поюзать эти чудо-гаджеты первыми, не смогли и слов найти, чтобы описать свое изумление. Что значит удивительный, изумительный и прочие подобные эпитеты. Президент компании Huawei Ричард Ю представил и другие новые девайсы. Например, умные очки, с помощью которых можно принимать звонки и переключать музыку. Как им такое только приходит в голову. У нас есть исследовательские центры по всему миру. У каждой команды своя сильная сторона. Например, команда из Японии ведет мобильную фотографию и видео. В Италии – дизайн. В России – программное обеспечение. В мире очень много центров, которые работают над различными алгоритмами. Когда мы принимаем решение разработать какой-то новый продукт, мы обсуждаем это со всеми командами. Всем миром, так сказать. Плюс существуют фокус-группы, которые тестируют и оценивают девайсы. Тест занимает полгода. Некоторые отдельные технологии могут совершенствоваться в течение трех лет. Закончу я чем? Huawei P30. С середины апреля в продажах в Казахстане.